В какой степени сейчас ситуация в Гагаузии отличается в лучшую или в худшую сторону по сравнению с тем, что было полтора года назад, в мае 2023 года, после того, как Гуцул выиграла так называемые выборы в Гагаузии? Кому вопрос? Да. Кто готов ответить? Я могу начать. Гагауз. Я хочу продолжить. Значит, вы знаете, вообще партии, которые созданы или поддержатся Ланом Шором, они отличаются от классического понимания политических партий. То есть у них не во главе угла доктрина, устав, программа. У них одна цель — это захват власти. И они используют самые современные технологии. Они провели скрининг среди населения, что больше всего беспокоит людей. К сожалению, эти проблемы как и в Камраде, так и в Кишневе, так и по всей стране одинаковые. Стоимость цены на энергоресурсы, уровень заработной платы, уровень пенсии. И поэтому они обещают, что решат все проблемы граждан именно по тем вопросам, которые их беспокоят. Повысят зарплаты, повысят пенсии, сделают стоимость газа намного ниже. Уже бесплатно. Сейчас самый свежий пример по нашим фермерам, которые испытывают большие сложности из-за аномальных условий. И вы знаете, что государство сейчас предпринимает попытки создать интернационный фонд 100 миллионов лев для того, чтобы помочь фермерам. Так вот, Ланшор только для гагузских фермеров обещает помощь, которая превышает государственную помощь для всей страны. И поэтому эти обещания, они очень лакомые для людей. Он говорит им то, что они ожидают. И поэтому пока общество бедное, такие политики, как Ланшор, популисты, они всегда будут пользоваться популярностью. И, конечно, ситуация в Гагузи немножко меняется, потому что происходит отрезвление. Люди ждали, что будут построены. Так я вот это хотел сказать. Полтора года прошло, были обещания там, золотые горы, на выборы. Я несколько ключевых вещей напомню, потому что было не просто обещано. Это было утверждено в плане деятельности исполнительного комитета, народным собранием. Строительство аэропорта, 500 миллионов евро инвестиций, 7 тысяч рабочих мест. И практически в каждом населенном пункте реализация крупного инвестиционного проекта. Плавательный бассейн в Камрате, стадион в Улканештах, школа бокса и так далее. Вот этого ничего не происходит, кроме строительства Гагуз-ленда. Но Иланд Шор предложил людям немножко другое. Если Европейский союз, Соединенные Штаты, другие международные доноры, партнеры, они делают инвестиции стратегические, то есть инвестируют в больницы, в дороги, детские сады, создают базу для того, чтобы качество жизни у людей повысилось, то Иланд Шор инвестирует в человека. У нас в Гагузии очень многие люди получают примерно 100 евро ежемесячно к пенсии, либо к зарплате. Охвачено десятки тысяч людей. То есть он делает людям инвестиции в карман. То есть это, грубо говоря, это подкупы этих людей за деньги. То есть если когда доноры делают инвестиции в больницу, это инвестиция для всех, но не инвестиция лично для человека. А Иланд Шор не инвестирует в стратегические объекты, он не улучшает качество жизни людей. Он просто дает деньги людям напрямую. И пока мы живем очень бедно, такие политики, как Иланд Шор, будут пользоваться популярностью. И поэтому люди практически не задают вопросы Башкану, а где наш аэропорт, а где инвестиции, а почему мы в изоляции. Потому что людям предложили нечто иное. Им предложили инвестиции в карман. Да, я был на юге на прошлой неделе буквально. И я слышал это, что я говорю, у вас самая хорошая дорога в Молдове. Это так на самом деле. На север нет такой дороги сейчас. И практически это до вулкани, объездная вокруг Амрата. И люди говорят, а зачем нам эта дорога? То есть то, что каждый день ездят, не ломают машины, не ремонтируют, не вкладывают в ремонт автомобилей, в автосервис. А зачем нам эта дорога? Хотя и очень много ездит. Дорога загруженная достаточно сейчас ездит. И тут Елан Шор держится в Гагаузии по стране только на деньгах. Как только прекратится поток денег, все вот это закончится, его влияние, или как бы получается существование шоровцев в Гагаузии. Сейчас Александр Григорьевич правильно очень сказал, что они взяли, вот именно нашли Ахиллесову пяту нашего населения и платят там по две тысячи леи через какие-то там кредитные карточки, вот так банковские карточки платят им. И люди сегодня привыкли к тому, что им надо сегодня и сейчас. И этот электорат в дальнейшем, он будет выходить только на выборы за деньги. Многие люди трезво смотрят на это и разочарованы в том, что творится у нас в Гагаузии. Но у нас в Гагаузии в основном остался вот этот старый электорат, как бы жители пожилого возраста, которые живут сегодняшним днем. И две тысячи для них это очень большие деньги. Если пенсия образно там полторы-две тысячи леи, это считай, еще одна пенсия они получают на руку. И таких людей в Гагаузии более 30 тысяч сегодня, которые находятся на зарплате у Шора. Более 30. И они потому и не задают никаких вопросов именно Шору, что нету там аэродрома, нету аэропорта, нету вот этих других инвестиций, которые... Их интересует сегодня дешевый газ, если вот он обещает, что сделает дешевый газ. И то, что он сделает сегодня, как бы, вот это, как бы, то, что им дает вот это дополнение к пенсии. И, к сожалению, у нас бюджетники, почти большинство получает зарплату еще дополнительно, вот эти по две тысячи леи от Шора.